Мне, как мужчине, очень тяжело разговаривать на подобные темы хотя бы потому, что мы, мужчины, к врачам ходить не любим Корейская медицина достаточно такая развитая и эффективная то, что они очень большое внимание уделяют именно диагностике Процент прям очень высокий Если на первой стадии, там проценты до 95-98% А, серьезно? То есть реально вот в чем сила чекапа, да? Да, да Лазер у них выжигают, там что-то... Конечно, ну мужчины в этом плане вообще не храбрые люди, я вам так скажу Мужчина готов умереть, написать завещание, но ни в коем случае не хочет ехать в больницу Просто парадокс Ценовая политика, кстати, в Корее Я, насколько знаю, что корейское лечение, оно доступнее, чем лечение в других традиционных для медицинского выезда странах Иногда вот пациенты наши говорят, зачем столько много обследований? Но на самом деле они смотрят на организм как на единое целое Друзья, сегодня у нас специальный выпуск и не менее специальный гость чемпиона мира по зарубежному лечению Я надеюсь, можно так сказать, Наталья Пан Наталья, приветствую Мне, как мужчине, очень тяжело разговаривать на подобные темы Хотя бы потому, что мы, мужчины, к врачам ходить не любим Чекап – это то, к чему мы должны прийти Я вам честно скажу Мы боимся, что, пойдя к врачам, они там что-то найдут И как нас залечат И, в общем, нарушат наш привычный ритм и уклад жизни Ну, вот такие вот мужчины, по крайней мере, в Казахстане Я к тому же стоматологу шел, я не знаю, сколько лет И вот только сейчас решил заняться после ваших вот этих комментариев Некоторых людей заняться зубами Вот если бы не комментатор Есть что-то хорошее в этих хейтерах Ну, зубы – это вообще самое безобидное Самое безобидное? Да Ну, тогда сразу, почему Южная Корея? Ну, прям сразу так вопрос, я аж растерялась Ну, по многим критериям выбирают Южную Корею Но в первую очередь, наверное, потому, что корейцы Вообще, если в целом говорить сейчас о корейских врачах То они достаточно такие щепетильные Не только врачи, а в целом корейский народ И если в каких-то сферах это немножко даже некоторых напрягает Но в медицине это, наоборот, играет в положительную пользу Потому что в медицине очень важна точность И одна из главных причин развития корейской медицины Это то, что они могут быстро и очень грамотно Внедрить новые технологии в своей стране То есть они в основном перенимают опыт из США Но что очень мне нравится Они никогда не будут пользоваться Какими-то непроверенными методами лечения То есть они больше за достоверность То есть когда они уже поймут, что да, действительно Эта технология или этот метод, или этот препарат Эффективен, только тогда они будут его применять У меня был такой случай, когда звонят ко мне и говорят Вот мы узнали, что вот есть такая вот новая технология Терапия по лечению онкологии Можно вот полететь в Корею и получить ее там На что южнокорейские врачи отвечают, что Да, мы знаем об этом методе, мы изучаем Этот метод находится на стадии клинических испытаний Поэтому пока мы не можем предложить Тем более для иностранных пациентов Потому что, вы же понимаете, это большая ответственность Брать пациента под свое наблюдение Тем более на расстоянии Конечно, есть определенная группа людей Которые при их согласии используют эту методику И смотрят эффективность этого лечения Но на иностранных пациентов они уже позже применяют И второй фактор, почему корейская медицина Достаточно такая развитая и эффективная Это то, что они очень большое внимание Уделяют именно диагностике У них такая вот наша пословица действует Семь раз отмерь, один раз отрежь Иногда вот пациенты наши говорят Зачем столько много обследований? Но на самом деле они смотрят на организм Как на единое целое То есть они не смотрят на то, чтобы просто Вот один орган лечить А остальные страдают из-за этого Опять-таки пословица Одно лечишь, другое калечишь Нет, у них такого нет То есть если они подходят к методике лечения К комплексе, да Даже если есть какое-то основное заболевание То они, соответственно, и отслеживают И сопутствующие заболевания То есть не так, как хирурги Сразу отрезан Ну и плюс, вы говорите, корейская медицина Она не экспериментальная Ну, нет Есть для местного населения Они, конечно, проводят какие-то свои эксперименты Исследования делают То есть местным самое лучшее, как с машинами? Ну, вот машины же в Корее Все говорят, какие они для себя делают Классные автомобили Нет, ну вы же понимаете Хотя стоит сказать, что и Kia с Hyundai Сейчас посмотрите, они всех победили Ну да, но не в плане здоровья Все-таки вот эти вот все клинические исследования Они могут же быть как положительными Так и не очень положительными Поэтому рисковать, конечно, жизнью Тем более иностранного граждана Естественно, Южная Корея не пойдет на такие риски Ну или это может быть репутационным ударом В целом по медицинскому туризму Насколько вообще эта отрасль Действительно важна для Кореи? Медицинский туризм? Ну, в целом, естественно, это одна из таких сфер Где, конечно, экономика Кореи Тоже за счет этого она обогащается Но здесь, знаете, принцип такой Что у них нет такого Что они прям вот заинтересованы в том Что большой поток людей Там приезжали и лечились Лишь бы приехать У них нет такого И что мне нравится А если человек прилетает туда Он получает какое-то лечение То с большей вероятностью Это будет максимально положительный результат То есть я в этой сфере работаю уже более пяти лет И откровенно скажу Что я занимаюсь очень серьезными заболеваниями Например, как онкология И если бы я видела бы больше негативный результат Я бы, конечно, морально не смогла с этим справиться Я бы в этой сфере не работала Какие бы деньги вы мне там не платили Поэтому здесь Ну, здесь самое главное в этой сфере Именно дарить здоровье людям Ну, в частности, иностранным гражданам Ну, тем не менее, все равно много людей летит в Корею лечиться Но в то же время там же не волшебники То есть, понятно Вы же сами говорите Ну, то есть были пациенты, которых не вылечили? Да, есть такие люди Это, наверное, в основном люди Которые вот как раз таки не приемлят диагностические процедуры Не ходят на чекапы И которые в последний момент о чем-то узнают? Да К сожалению, вот вы в начале интервью затронули такую тему Что мужчины боятся и оттягивают вот эту встречу с докторами, с обследованиями И вот у нас... Извините Окей Вы про это говорите, видите? У вас идет... Умер, психосоматика работает сразу, да Закашливая Еще расскажите Да, вот эти мужчины, да Иди к врачу Так вот, да Так вот, они и оттягивают этот момент встречи с доктором Либо с каким-то обследованием Знаете почему? Потому что у нас так поболит И мы такие Ну, сейчас пройдет же, и все, и нормально будет Вот мы ждем этот момент, когда пройдет А вот у меня вопрос к вам Почему? Ну, то есть страх внутренний, что что-то найдут? Да Ну, мне кажется То есть страх не боли, да, что вам больно сделают? Ну, не, ну в целом, конечно, мужчины боятся таких вещей Вот вы видели женщин этих, да? Они колят в себя что-то в лоб Это просто, это даже не надо Они просто так готовы на это идти, да? Да Они что-то там лазеру не выжигают Там что-то, конечно, ну мужчины в этом плане вообще не храбрые люди, я вам так скажу И... Да, извиняюсь Я вообще... Прекратите у меня интервью, братья, отвечайте на вопрос, да Ну, я хочу как-то восполнить Нет, просто хотела немножко рассказать буквально вот совсем свежую историю У меня просто... Мы переболели коронавирусной инфекцией И болела я, и болел мой супруг И такая была ситуация, что я вроде бы в такой средней тяжести заболевания пронесла это все А супругу было достаточно плохо, причем очень плохо Но знаете, что самое интересное? Ему каждый день становилось хуже То есть была температура, поднималась до сорока с половиной Кашель тяжелый, с мокротой, в общем, жар В общем, вся симптоматика, которую описывают в интернетах, все он ее перенес Причем поражение легких 70% И знаете, что самое... 70% 70%, да И знаете, что самое интересное? И каждый день, получая вот эти факты То есть мы понимаем, что состояние отягощается Но он готов был написать завещание на меня Но сказал в больницу, я не поеду И врача мне не нужны Вот я смотрю на него и думаю Ну как так? Ну как бы ты же видишь, что тебе становится все хуже и хуже То есть мужчина готов умереть, написать завещание Но ни в коем случае не хочет ехать в больницу Просто парадокс Ну, во всяком случае, вы знаете Сейчас опять-таки хочу рассказать про Корею Что система здравоохранения Она именно нацелена на то, чтобы людей приучать Именно к ежегодному чекаб-диагностированию Мне кажется, знаете, где здесь выход? Для Казахстана Он на стороне работодателей Потому что крупные работодатели Безусловно, могут обязать и даже оплатить Конечно же Вот ежегодный чекаб своих сотрудников Ну хотя бы в местных поликлиниках И я думаю, что... Конечно И есть это такая же культура и в Корее Что именно правительство Южной Кореи Обязывает работодателя Следить за тем, чтобы их сотрудники Проходили ежегодный чекаб-диагностирование Иначе они начинают налагать какие-то штрафные санкции Просто проблема в том, что третья нашей страны Это самозанятые люди Ну да, здесь уже Очень много людей работает в малом среднем бизнесе То есть это сектора, которые и так страдают Да, очень сильно экономики в пандемии И обязать их там Еще и срочно тратить деньги на чекаб Ну, наверное, где-то Наверное, не гуманно с точки зрения выживания в целом Но в то же время Вы говорите правильные вещи Просто у нас еще культуры Такой безусловно нет Но мне кажется, девушки Берите парней своих за ручки И вместе с ними пошли на тот самый чекаб Ценовая политика, кстати, в Корее Я, насколько знаю, что корейское лечение Оно доступнее, чем лечение В других традиционных для медицинского выезда странах Таких, как Германия, Швейцария, Израиль Но в то же время я слышал, что и в самих корейских клиниках Цены разнятся То есть есть какие-то крутые клиники Поправьте меня Там Самсунг там Крутая клиника Ну, как телевизор там Хороший Машины, кстати, Самсунг Спорное решение Ну, условно, там Самсунг топовые смартфоны Да, и понятно, топовая клиника Но есть и клиники там попроще В которых то же самое, казалось бы Делают гораздо дешевле Или я не прав Конечно, ценовая политика Разница между клиниками попроще Либо клиники топовые Сейчас я не хочу вдаваться в подробности Не хочу никого обидеть Из клиники Южной Кореи В целом, просто скажу, что Человек, который осведомлен Именно в целом по медицине В Южной Корее Он, конечно, может подобрать Под пациента Определенную клинику С его, так скажем, пожеланиями Финансовые возможности Но при этом дорогой ценник тоже оправдан Ну, мы все переплачиваем За тот же самый бренд Поэтому здесь тоже имеет место быть Но в целом, я хочу сказать Что уровень медицины в Корее Он в целом, он очень на хорошем Таком, сказал бы, даже высоком уровне То есть, если сравнивать, опять-таки По ценовой политике Конечно, дешевле, чем в Европе Америке, в Японии, Сингапуре Вот вы страны назвали Но при этом качество Оно соответствует А политика здравоохранения Кореи В отношении своих граждан Она какая? Корица бесплатно лечится? Нет Все платно А корица тоже платно лечится? Да Но, конечно же, определенные заболевания Покрывает страховка Но вот тот же самый, кстати, чекап Они оплачивают А цены для них? Цены почти такие же, как и для иностранцев Я что хочу сказать Что мне вообще нравится подход Именно системы здравоохранения К здоровью и к медицине Потому что Согласитесь, когда мы что-то получаем бесплатно Мы это не ценим А здоровье – это самый ценный жизненный ресурс Соответственно, когда мы получаем бесплатно Мы даже можем А, ну бесплатно, бесплатно, окей Именно система здравоохранения в Корее Выстроила такую систему Что часть, конечно, покрывает правительство А часть оплачивает пациент Тем самым, когда пациент проходит заболевание Оплачивает И это, возможно, бьет даже по карману Естественно, у него происходит какое-то переосмысление И подход к своей жизни, к своему здоровью И он начинает, соответственно, больше вести здоровый образ жизни Или вот, допустим, про зубы Зубы у них вообще 100% не покрываются И они полностью оплачивают Конечно, у них лечить зубы очень дорого Ну, к примеру, да Там, поставить брекет у нас стоит 1000 долларов У них 5000 долларов И вы представляете, насколько это серьезная Такая ощутимая стоимость Надо бы обратно им лететь к нам За зубами Хоть что там им И поэтому, то есть, поэтому они очень заботятся о своих зубах Если вы заметили, они по 3-4 раза на день чистят зубы Конечно, с такими ценами Ну, так вот, видите, если бы это все было бы бесплатно Я не думаю, что такая была бы культура Хорошо Ну, классный подход, когда люди действительно Постоянно ходят на чекапы, проверяются Вы так часто говорите про онкологию Насколько велико количество казахстанцев, выезжающих в Корею на лечение Болеющих раковыми заболеваниями? Это основное? 95% Сколько? 95% летят именно по лечению онкологии То есть до сих пор у нас в стране нормально не лечат онкологию? Я делаю для себя вывод Окей Хорошо, вы можете даже не комментировать Но на самом деле, да Где-то и смешно на самом деле А где-то совершенно не смешно Потому что я читаю, сколько денег выделяется И до сих пор мы как-то говорим о том, что Я получаю постоянно запросы в директ, что мы собираем деньги И мы реально что делаем? Мы постоянно собираем деньги кому-то Я не знаю, сколько, какому уже количеству людей мы собрали деньги Но мы постоянно собираем деньги И, конечно, мне интересно То есть если отбросить людей, которые едут на чекап и повеселиться Ну, можно же, да, совместить эти два момента? Конечно, да Поговорим об этом? Давайте с онкологией закончим И, тем не менее, то есть большинство людей, которые уже болеют Они летят в Корею именно с надеждой вылечить онкологию Ну, да Удается это? Ну, все зависит, конечно же, от ситуации Именно на какой стадии человек обратился А если на ранней стадии? Процент прям очень высокий Если на первой стадии, там, проценты до 95-98% А, серьезно? То есть реально вот в чем сила чекапа, да? Да, да А если на четвертой стадии, там уже? Ну, да, там уже Конечно, у нас, у меня в практике были такие случаи Когда мы вылечивали пациента и на четвертой стадии Вот, но, конечно, это такие достаточно редкие случаи Все нужно, ну, оценивать ситуацию Вы сами делали там чекап? Конечно, ежегодно Что-нибудь потом лечили? Ну, да, я сама перенесла онкологическое заболевание А, серьезно? Да Причем, ну, как бы у меня был опыт и в Казахстане, и в России И в итоге я уже лечилась в Корее И это такая отдельная история Очень обширная, большая Но в течение пяти лет я лечила онкологию И сейчас, конечно, пройдя все эти этапы лечения, конечно же, я беспокоюсь о своем здоровье и ежегодно прохожу чекап Ну, как сейчас у вас ситуация? Вы смотрели? Конечно, да, я сейчас нахожусь в стадии ремиссии и ежегодно также прохожу именно контрольное диагностирование по моему основному заболеванию и, ну, слава богу, все хорошо Ну, то есть вы лично с этим столкнулись? Да, да, ну, собственно, поэтому, в принципе, я и начала помогать людям таким образом, чтобы убрать вот эти вот границы Можно сложный вопрос? Если бы вы лечились в Казахстане Я просто даже не уточняю, что за онкология, это ваша личная история, но тем не менее Если бы вы лечились в Казахстане, вы бы вылечились? Как вы думаете? Вы же лечились в Казахстане? Да, но, наверное, с тем запущенным, с той запущенной ситуацией, наверное, нет У нас бы, возможно, даже этого интервью бы не состоялось, если бы вы лечились в Казахстане Затем бы поехали в Россию? Да Тоже лечиться? Да Как там ситуация? В целом, ну, знаете, если сравнивать, допустим, с Кореей, то, конечно, там... А если с Казахстаном? Если с Казахстаном, ну, наверное, там чуть получше Чуть получше Ну, а если с Кореей, конечно, большая пропасть, я правильно понимаю, или нет? Да Ну, там, знаете, какие-то еще очень устаревшие методы Просто не буду вдаваться потронуться, потому что это очень интимно, но там действительно какие-то очень варварские методы, я бы сказала Ну, понятно, там, ситуация в Казахстане, в России, но тем не менее, вы поехали в Корею, вы потом второй раз туда поехали, насколько я понимаю И вы решили этим заниматься, потому что вы знаете, как сделать правильно, я так понимаю Потому что я к чему клоню? Вот смотрит нашу программу сейчас человек, которому, возможно, поставили непростой диагноз Угу И есть какой-то там установленный алгоритм, что ему делать дальше? Ну, есть два пути Первый – это сарфанное радио Многие уже побывали в Корее и, в принципе, могут там какую-то информацию донести Это там, я не знаю, у брата, у свата, у соседа Но на этом пути может быть совершено несколько ошибок Таких, как, например, редко бывает так, что у соседа такой же диагноз, как и у тебя Если сейчас говорим, в частности, например, об онкологии И советую, допустим, клинику, в которой он лечился, не факт, что окажется хороший специалист Именно по тому заболеванию, по которому обратился, ну вот, собственно, человек, который болен А второй путь – это, конечно же Здесь можно перебью? Да То есть получается, так же, как и везде в Корее, есть клиники, специализирующиеся на разных заболеваниях? Так, ну, фактически можно так сказать, вот, но в любом случае есть определенный Ну, вот, допустим, я больше ориентируюсь все-таки на врачей Потому что все-таки врач же лечит, а не клиника Конечно, статус клиники и оснащение – это тоже очень важно для того, чтобы лечение было эффективным Корейские клиники, они подразделяются на уровне Есть университетские клиники третьего уровня, это самый высокий считается Есть второй, вторая ступень, второй уровень – это многопрофильные клиники И третий уровень – это уже, ой, первый уровень – это больше уже как специализированные маленькие клиники То есть там очень много нюансов, которые отличаются от именно нашей системы здравоохранения и системы А, потому что я слышал историю, опять же, из своего опыта, что у меня родственница, она поехала, и она говорит, там какая-то простая операция, но, говорит, такое оборудование было, как будто я в доктор хаус попал, сериал везде какие-то, хотя она, да, я так понял, это не самая была какая-то крутая клиника, тем не менее, говорит, все в каких-то мониторах этих Оснащение, конечно, у них очень хорошее, и причем я же говорю, что они очень щепетильные Я вас перебил, продолжаем, что делать человеку Ага, и второй путь – это, конечно же, обратиться в компании, которая этим занимается, ну, хотя бы вот, ну, больше трех лет, я считаю Потому что все-таки такие компании, они занимаются не просто отправкой человека на отдых, это все-таки здоровье человека У нас много таких компаний? Ну, крупных таких компаний, которые действительно очень долго на этом рынке, наверное, может быть, я отмечу где-то пять Вот, остальные, ну, поменьше Ну, те, в общем, которые имеют опыт, где-то не обманут и нормально направят, да? Да, то есть у таких компаний, у них есть все-таки уже какой-то наработанный опыт, именно отправка пациентов туда И они предлагают, соответственно, не клинику, а именно, ну, тоже докторов предлагают И, естественно, когда часто отправляют пациентов, естественно, есть определенный результат от того или иного доктора Соответственно, здесь больше вероятность того, что человек попадет именно к нужному человеку А если кто-то все-таки сам поехал, какие еще возможные ошибки человек может совершить? Ой, ну, практически везде, потому что, когда вот я, допустим, летела, я полетела совершенно без какой-либо помощи И ошибки были практически везде То есть сейчас, на данный момент, я понимаю эти ошибки Но на тот момент мне казалось, что все хорошо Начиная от составления анамнеза, заканчивая приобретением билета Вот составление анамнеза – это очень важная часть Которая необходима именно при первичном осмотре дистанционном То есть, находя здесь пациент, он может получить предварительную консультацию от того доктора, к которому он летит На основании этого анамнеза А что можно упустить в анамнезе? К примеру, были такие случаи, когда нам присылают 90 листов с разными обследованиями Ошибка какая может быть? Вот эти 90 листов ни один корейский профессор, себя уважающий, не будет, соответственно, на это все смотреть Ему нужно понять, что ему нужно лечить Вот в этих многочисленных бумажках там, соответственно, есть и сопутствующие заболевания, и хронические заболевания И если неправильно преподнести информацию доктору, он может примерно расписать обследование и лечение по всем этим заболеваниям При этом упустить, возможно, какое-то основное заболевание, которое сейчас на данный момент беспокоит пациента И, соответственно, ценник будет увеличен на обследование Или время потерянное Потерянное время Либо можно допустить ошибку в том плане, что не дописать какие-то сопутствующие заболевания Какие-то, может быть, аллергические реакции И по факту человек получил, допустим, обследование стоит, к примеру, 1000-2000 долларов А по факту он приезжает, а у него оказывается букет других заболеваний, которые тоже очень важно лечить Потому что они мешают именно основному заболеванию Наверное, немножко сложно я сказала, да? Не-не, все очень интересно А какие еще ошибки можно совершить? Ну, например, приобретение билетов Вроде бы такое безобидное, но... А что там? Зашел там на Ирстану, Чока Тревел, Каспи Тревел, Авиата У меня был такой случай, когда пациенты приобрели билеты Только после этого они обратились ко мне Полетели Но оказалось, что заболевание более сложнее, нежели чем ставили в Казахстане И поэтому пациенту пришлось задержаться А у него билет невозвратный И, конечно, у нас была такая эмпатия друг к другу Очень хотелось помочь И мы даже подключили руководство авиакомпании Но в итоге мы ему сэкономили тысячу долларов Только на билетах Поменяли ему билеты, и он благополучно улетел Вы называете не совсем фантастические цифры Сколько стоит обычный чекап? Я понимаю, что он, наверное, делится от того мужской, женский Делится мужской, женский? Да, конечно Даже здесь сексизм, видите? Делится, наверное, по возрасту Ну, такая усредненная цена Ну, я грубо скажу, что начинается базовая диагностика от 350 долларов И вип-пакет где-то в районе 5000 долларов 5000 долларов, и тебя по полной сканируют? Да Знаете, что боюсь? Говорят, прыгаем, да, с одного? Ну, ничего Говорят, вот в Корее любят, как это называется? Когда шланг вот этот Колоноскопия Колоноскопия, да, колоноскопию вот эту делать, да Мне опять же на опыте Одна родственница рассказывала, что сначала тебе что-то еще дают принимать Чтобы там все прочистить Говорят, такое сомнительное удовольствие Говорят, целый день Лежать в прекрасной гостинице в Сеуле А хочется выйти, посмотреть Какой там прекрасный мир За окном купить маски на лицо Корейскую косметику А ты сидишь, во-первых, чистишь организм Перед вот этой процедурой Но потом, говорит, усыпляет нормально Но, говорит, рядом был, говорит, русский мужик Который отказался, чтобы его усыпляли И делал на живую И, говорит, так он орал Да, это очень болезненно Очень болезненно Ну, это... Поэтому лучше не нужно Лучше под седативным, снотворным Это абсолютно безвредно Это обязательно, да? Просто у нас же, ну, особо это не делают Поэтому, ну, опять... То есть, почему я со стороны мужчин Чего нам страшно? Ну, конечно, это очень больно И, знаете, ну, мужчину... У нас же еще плюс все там Ты, я не знаю, вот красное надел Уже голубой, да? Там, условно, там, свечку там... Но это полезная, да, процедура? То есть, почему ее прям... Это как часть зачастую чекаба? Ну, конечно, ее не нужно Прямо вот ежегодно делать Конечно, если есть Генетическая предрасположенность То желательно лучше предотвратить Я должен был отспросить Простите меня, да Я понимаю, что интервью у нас серьезное Но я говорю про такие вещи Которые волнуют мужчин Ну, то есть, я когда думаю об этом Об чекапе И хорошо, если мы будем затрагивать Меня постоянно приглашают на эти чекапы, в общем А я боюсь вот эту штуку Которую мне будут сувать И что потом пацаны скажут? В другой стране, что они скажут Если ты там отъедешь, да? То есть, в принципе, вы молодой И вам нет необходимости пока это проходить Опять-таки говорю Если нету генетической предрасположенности Поэтому Хоть и диапазон цен От базовой до вип-диагностики Имеет свои какие-то определенные обследования Но мы еще к нашим гражданам подходим именно индивидуально Потому что люди, знаете, они как хотят Поехать туда и решить все свои проблемы И приехать абсолютно здорово Все-таки корейские программы Они больше рассчитаны на выявление очень серьезных заболеваний А что касается таких Ну, мелких заболеваний В принципе, это так Ну, как сопутствующие Поэтому мы еще индивидуальную программу составляем Для того, чтобы они уже приехали Со всеми ответами на их вопрос по здоровью А можно же сделать Как я говорил в начале интервью Чекап и действительно туристическим То есть, чекап А в остальное время походить по Корее Ну, однозначно Это вообще хорошая возможность Тем более, если вы летите туда просто Вот вас ничего не беспокоит Хотите просто проверить свое состояние организма То, конечно, вот именно Мне очень нравится в Корее проходить ЧК Потому что ты базовую диагностику можешь пройти за полдня А ВИМ-диагностику можешь пройти за два дня Причем включают туда такие серьезные заболевания Ой, обследования, как ПЭТ-КТ Компьютерная томография Которые здесь у нас ждут по полгода Вот А в остальное время, пожалуйста Вы можете гулять по Корее Шоппинг Там очень шикарный шоппинг Очень качественные вещи То есть, есть и люксовые торговые центры Как Hyundai Center или Lotte Можно даже приобрести вещи И в бытиках метрополитена Причем качество будет тоже очень хорошее Там буквально пять тысяч вон Это, грубо говоря, пять долларов Но при этом хорошие вещи Носибельные Что еще порекомендуете? Я, правда, в Корее даже на пляже был Джейджу, по-моему Джейджу Это остров Остров, да Да, это на самом деле Его признали Как всемирным наследием И он находится под защитой ЮНЕСКО И на самом деле Там неописуемая красота Но, к сожалению При всех моих многочисленных визитах Не удавалось мне Видите, а я чекап не проходил И был на взятии Смотрите Я так понимаю Но пандемия У нас в Корее В нормальное время был безвизовый режим Всегда было просто и доступно долететь до Кореи До 30 дней Благодаря этому очень много денежных переводов стало Из Кореи в Казахстан Это, правда, отдельная вообще тема И, возможно, даже не нашего канала Тем не менее Что сейчас? Какая ситуация? Насколько тяжело выехать на лечение в Корею? И какие условия существуют для наших разных? Сейчас временно Корея сделала некие ограничения Опять-таки В целях эпидемиологического контроля Ну, в связи с ситуацией с короной И есть визовый режим Есть карантинный режим В течение 14 дней Но сейчас, кстати Сегодня мне пришла такая новость Что Корейская сторона Будет принимать людей Иностранных граждан И просто на туризм И на лечение Те, кто вакцинируется То есть вакцины То есть сегодня Они только рассматривают Это не введено Но они рассматривают И также Главное, чтобы они признали Спутник и Казвак Ну вот, да Здесь тоже спорный вопрос И мы это тоже изучаем Но сейчас, на данный момент К сожалению, кроме Спутника Мы ничем не можем вакцинироваться Ну и казахстанская вакцина Ну да Да Вот И, кстати Некоторым пациентам Даже полностью Покрывают Расходы на изоляционный период Вот Тоже очень удобно Но сейчас Ты по-любому должен пройти Получается карантин Прилетев туда Ну да И только потом начнется лечение Да Понятно Ну, с одной стороны Это хорошо А с другой стороны, конечно Наверное, не комфортно Да, две недели А где ты находишься Две недели? Это называется Насколько я помню Это обсервация Находишься ты в гостинице 4-5 звезды Очень хорошие условия У меня, кстати Даже был прямой эфир С пациентом Который находился в изоляции Он прям показывал Все условия Плюс трехразовое питание Достаточно очень хорошие условия Еще и покрываются? Да Некоторым пациентам покрываются Полная стоимость Периода Ну, если так вот На цифрах То 100 долларов В сутки стоит За 14 дней Они оплачивают 1400 долларов При этом Потом покрывается Эта сумма Очень интересно Да Ну, в корейских больницах Не опасно лечиться? То есть Я даже здесь Боюсь ПЦР ходить Сдавать Потому что там Постоян кто-то чихает Кашляет И так далее И так далее Как ситуация с коронавирусом? В этом плане Они большие молодцы И Южная Корея Она же является примером И для других стран В борьбе с коронавирусом И в этом плане Они очень четкие В своих действиях То есть Эпидемиологическое расследование Проводят Очень тщательно То есть Если они выявляют Одного пациента С положительным тестом Соответственно Они также выявляют И тех Тех, кто контактировал Вплоть до таксиста Магазин Мы телевизор смотрим Там очень круто Действительно Там же и нашли Вот этого пациента Который еще и заразил Большое количество людей И его нашли И всех И бары даже вычисляют Да А у нас Мне никто не позвонил Даже ни разу После моего положительного теста Да Опять же Вы просили не сравнивать Да, я и не сравниваю Может быть Ну и не звоните Есть у человека Запрос на лечение в Корее Насколько быстро Можно получить ответ От клиники Или от самого врача? Сутки А, вот так быстро Да Ну, конечно Это еще зависит от того Насколько быстро Обработается Вся вот эта Медицинская документация То есть Если вы попадете К грамотному человеку Который сможет Быстренько все это Оформить Кратко Но при этом Грамотно Перевести Отправить И получить ответ Ну, где-то сутки Двое Максимум То есть В зависимости от того Конечно Может быть у врача Операционный день И, конечно же Он отвечает на следующий день Ну, не больше двух дней Как, кстати, кормят В корейских больницах Наших людей Я знаю, что Наши люди Очень чувствительны к еде Ну, на самом деле Наверное, это такая Больная тема Для наших граждан Тем более Казахстана Потому что Там нет Там все, знаете, такое Здоровительное Там здоровое питание Если мясо То много зелени Теста Вы там не найдете Бешпармака Не найдете Вот Но Во всяком случае Есть клиники Которые предоставляют Уже такую Европеизированную Кухню И есть районы Где Именно наши Сограждане Бывшие Открывают Такие вот Кафе Русскоязычные Но мне друзья Говорили, что Им готовили Отдельно другую еду Нежели Чем корейцам Которые проходили Там лечение Где? В больнице самой? Да Да Есть как корейское меню Так и европейское Есть, кстати, русское В некоторых клиниках Серьезно? Ну да Но честно сказать Еще нужно, конечно Доработать Лучше не стоит Ну Ладно Правда, что Представляете, что Корейская кухня Там отличается От нашей корейской Конечно Однозначно Ну вот если брать Вот именно нашу Вот это вот Кукси Такой вот Очень сильно Отличается Там, знаете Больше Остро-сладкая еда А у нас здесь Просто острая Где вам больше нравится? Честно Здесь у нас Привычнее Да, хоть вы видите Но В чем-то мы лучше Я еще вспомнил В этом джеджу На меня произвело Впечатление Что в Старбаксе Нам налили с собой Но мы сели там внутри И нам сказали Ребята, ну вы должны уйти Так как вы взяли с собой Вы не имеете права Вот на разовой посуде Пить внутри заведения Так как это против Экологических стандартов И Либо мы давайте вам перельем В обычную Многоразовую посуду Мы такие Что вообще Ну Типа Реально Мне казалось Такое только в Японии бывает И Я продолжаю Друзья, сори Да, камеры уже работают Я продолжаю с туризмом Для меня Туристическая поездка В Корею Была самой стрессовой С точки зрения Моего вида отдыха И вообще В целом нашего Когда мы летим Там В Турцию Там, я не знаю Египет Там, Дубай Да, кто куда летает Ну, в последнее время Вообще мы правда Никуда не летаем Тем не менее Там, на капчик Да Мы приезжаем И мы просто лежим Да Это самый классный вид отдыха Чтобы вы знали Вы там всем передайте В Корею Хорошо Самый классный вид отдыха Мы ночью даже Может что-то гудим Там обсуждаем Да Потом спим долго Да Как я ездил в Корею 10-15 Приходим 16-15 Ужин Тогда выезжаем В Восток Это в 9 утра Пойдем Летим на самолете Туда Выходим И так далее Я говорю Это отдых Или что это такое Они говорят У нас все вот так И у них Ну реально Здесь 15 Здесь 15 Если там 10-16 Уже на меня смотрят Как на Ну Мы из Казахстана Мы так не умеем И Да После этого Я правда подумал Что наверное Вот таким бы людям Я бы доверил Своему здоровью Который Ну настолько все четко делает Тем не менее Если безусловно Совмещать Оздоровительный туризм Не тот Который связан с лечением А тот Который связан С попутной диагностикой Возможно С вот этими Велносами И бьюти Да Кстати вот Эта тема Такая Очень Востребованная В Корее Ну и в целом Сейчас Мне кажется По всему миру Тоже Эта культура Водится Можно перебью Конечно Я пошел здесь Подстричься В Есентай Какая-то корейская Была Парикмахерская Или как там Называется правильно Барбершоп Или Самый красный И там Кореец Он говорит У вас здесь неправильно Вот так волосы Вам нужно приложить Он говорит Сейчас будем Химию делать Жечь От меня Месяц У вас хорошая химия Получится От меня Месяц Пахло чем-то Как будто Этот И он говорит Так лучше Говорит Этот Посмотри Мне 50 лет А там стоит Мальчик Говорит Посмотри Как я выгляжу Вы ничего здесь Не понимаете Я говорю Спасибо братан Я как-то Этот Но действительно Люди Наверное Летят туда И не Только Лечить онкологию Но и за красотой Ну Прямо Нет Маслого Такого Что Вот Прямо За красотой Это Сейчас Только Только Развивается А это Новый тренд Да Только Только Развивается У них Есть Знаете Вообще Корейский Народ Помешан На Здоровом Образе Жизни На Омоложении На Оздоровлении Если Вы Были В Корее Вы Видели Наверное У них Даже Просто Черного Чая Или Зеленого Нет То есть Обязательно Должен быть С Прямо Тематические Мероприятия По Уходу За Собой По Оздоровлению Их Насколько Я знаю Четыре Первое Это Beauty and Spa То есть Проводят Эти мероприятия На Базе Горячих Источников На Специальных Соляных Полянах Есть Даже Женьшени Вы Спа Вы Знаете Женьшени Это Такой Продукт Который Укрепляет Организм Второе Это Мероприятие Природа И Лесотерапия Для Нас Наверное Непонятно Что Это Такое Но Некоторые Доказывают Что Именно Прогулка Среди Деревьев Активизирует Рост Иммунных Клеток В организме И там Есть Кипарисовые Рощи Есть Как Называют Ромашковые Фермы В общем У них Там Свое Мероприятие Третье Это Медитация И Хилинг Если Медитация Мы знаем Понятие Уже То Хилинг Это Особый Вид Медитации Где Идет Глубокое Погружение Разума И Расслабление И Четвертое Наверное Самое Востребованное Это Антиэйджинг Антивозрастные Процедуры Где Соответственно Есть Той же Комплекс Мероприятий Где Направлено Именно На Это Сейчас Самое Самое Модное Даже У нас В Алмате Сейчас Это Очень Модно Тем Более Все Мы Видим Сериалы Фотографии Корейских Женщин Да И Мужчин Тоже Они Очень Моложавые И Все Конечно Стремятся Именно Пользоваться Корейской Косметикой Это Генетически Знаете Ну Знаете Я хочу Вам Сказать Что Не Только Генетика Если Вы Не Будете Генетически Вы Будете Ну Как С Хорошей Кожей Но При Этому Не Ухаживать Все Равно То Несмотря На То Что У Них Есть Генетическая Предрасположенность Они Живут Рядом С Морем Они Все Равно Целый День Что На Себя Мажут Прикладывают И Скидывать На Генетику А Вот У меня Генетика Плохая Поэтому И Не Буду Ухаживать Ну Кстати Пока Я Готовился К Интервью Я Нашел Классный Сайт Visit Medical Korea .com Ссылку Оставлю Если Я Неправильно Его Назвал Но Вроде Все Так И Там Есть Исчерпывающая Информация Про Оздоровительный Туризм Вернемся К тому Вопросу На Котором Вы Меня Перебили Я Правда Сделал Это В ответ Все Таки Что Посмотреть В Корее Какие Достопримечательности Вы Порекомендуете Сколько Дней Нужно На Силу Примерно Необходимо Где-то Дня Три Для Того Чтобы И Пошопиться И Насладиться Так Скажем Просторами Сюльской Атмосферы И Посетить Достопримечательности Такие Как Лот И Ворлд Это Тот Даже Лучше Чем Диснейлен В Париже Есть Башня Где 121 Либо 123 Этажа Где Вы Можете Подняться И Посмотреть Всю Красоту Сеула И Также Если У вас Есть Время Можно Посетить Региональные Города Например Как Пусан Более Такой Туристический Более Такой Легкий Город И Кстати Вас Нужно Было Именно Туда Направлять Да Это С разными Блюдами Именно Корейской Национальной Кухни Вот Либо Можно Поехать В провинцию Канвондо Это Исторический Город Канвондо Да Там Есть Храмы Есть Самый Длинный Фаникулер К вершинам Горы И Тоже Можете Окунуться Там В такую Историческую Атмосферу Корейской Так Скажем Традиции Наталья Спасибо Вам В Корею И в корейскую Медицину На самом деле Был сегодня Целый алгоритм По лечению Тех или иных Выявленных Заболеваний И к тому Что нужно Относиться Правильно К профилактике Своего здоровья Спасибо большое Еще вопрос Ответите ли Вы На какие-то Комментарии Которые будут Под этим видео Да Конечно Я всегда Открыта Для общения И конечно И в конце Нашей программы Наш гость Я правда Вас не предупредил Обычно Что-то дарит Лучшему комментатору Ну раз мы говорим Сейчас о здоровье Точнее говорили Упоминали эту тему То я бы хотела Подарить именно Витамины Южно-корейские Фирмовые Корейские Да Это специальная Разработка Определенной Там лаборатории Которая укрепляет Иммунитет Мне кажется Сейчас А это Мега артуально Антитела и иммунитет Антитела Вы подарить не можете Наверное Будем работать С иммунитетом Друзья Оставляйте свои комментарии Угоритм выявления лучшего Я думаю Что Наталья Чуть позже У себя в инстаграм Покажет И расскажет Всем удачи Будьте все Пожалуйста Здоровы И не пренебрегайте Диагностикой Диагностикой